В своё свободное время семья Еремцовых старается провести на катке. Старший сын Светланы Виталя – будущий хоккеист. Младший Даниил к этому виду спорта равнодушен, поэтому затею брата поддерживать неохотно. Они во всём разные, разная у них и судьба. Даниила семья Еремцовых усыновила, когда тому было почти два года. Светлана рассказывает, у них трое кровных детей. Старшие уже давно выросли, а когда родился самый младший Виталя, решили взять малыша, чтобы вместе росли. Не скрывает, сначала было страшно, но ни о чём не жалеет. Мы познакомились с ним в год и шесть, домой мы его привезли в год и восемь. Но также изъяли из семьи в грудном возрасте, он почти год пробыл в доме ребёнка, но родственники никто его не забрал. Мы причём не выбирали, мы приехали с первым ребёнком, с каким познакомились, мы решили с мужем, что выбирать нечего. Когда прошло полгода и адаптация начала цвести махрово, мы как-то с мужем уложили детей, сидели на кухне и друг друга спросили, а ты жалеешь? Гоба сказали, что нет, да, трудно, но не жалеем ни капли. Даниил занимается скалолазами, увлекается шахматами. Он вообще очень вдумчивый мальчик. Родители от него не скрывают, что он не кровный сын, для них он родной, как и для брата. Ну, иногда ссоримся с ним, то есть иногда. Как любите время проводить вместе? Ну, играть, кататься на великах и эти крепости строить. С приёмными родителями, опекунами и патронатными воспитателями встретился губернатор края. Вместе обсудили проблемы усыновления, бюрократические ограничения и трудности, с которыми сталкиваются при воспитании приёмных детей. Хотя преград немного, все родители прошли подготовку в Центре развития семейных форм воспитания. Программа состоит в основном из тренингов, во время которых человек определяется. Вот, либо это у меня эмоция сегодня, либо это всё-таки осознанное решение. Потому что воспитывать ребёнка и родного непросто, а сделать его успешным. А если говорить о ребёнке, который уже во многом не верит взрослым, которые его предали, конечно, это особенный ребёнок. Родители говорят, одна из главных проблем – жилищный вопрос. К тому же зачастую под опекой детей оставлять выгоднее, чем усыновлять. Это гарантия того, что ребёнок в будущем поступит в ВУЗ и получит квартиру. Губернатор говорит, нужно по-новому взглянуть на проблемы и убрать прорехи в законодательстве. Сегодня у меня было совещание по вопросам, связанным с организацией работы органов опеки. И базовое поручение, которое я сегодня сделал, это срочно подготовить новую версию закона. Мы закон в крае принимали аж в конце 90-х годов. И он нуждается в очень серьёзной коррекции. Нам важно найти более эффективные формы профилактики. Успехи уже есть, говорят специалисты. Без малого за 15 лет в край усыновили и взяли под опеку 20 тысяч детей. Ликвидировали 29 детских домов. Но всё же своих маму и папу до сих пор ждут более 3 тысяч ребятишек. И сейчас главная задача – найти им родителей. Ольга Тишинина, Алексей Овсянников. Новости.